Всем привет! Хочу показать свой внеплановый дозаказ по второму каталогу Avon. Виновец этого торжества это вот этот аромат La Clavie, этот запечатанный, этот мой. Учуяла у меня его подруга и попросила ей его заказать. Что могу сказать? Стоит он, кстати, в этом каталоге 890 рублей, если я не ошибаюсь. Это моя уже не первая упаковка, очень сладкий и насыщенный аромат. Не для тех, кто любит свежие или цветочные. Красивая упаковка, объем 50 мл, стойкость 8-10 часов. Я бы, наверное, его советовала женщинам до 35-40 лет, дальше он уже будет довольно-таки несерьезным для вас. Сама я с удовольствием пользуюсь и, в принципе, очень часто получаю на него комплименты, как от коллег, так и от других девушек. Бывает, что мимо кто-то проходит и даже спрашивает. У меня такое раза три было, что странно, у меня очень дорогих парфюмов много, и вот на них я не получаю комплименты. А как вот этим пользуюсь, так постоянно у меня кто-то спрашивает. Мне прям даже бывает порой стремно отвечать, что, а, вот это и вон. И, ну, в принципе, я его вам советую, попробуйте, закажите пробник, и, возможно, это станет вашим любимым ароматом. Следующее, что покажу. Взяла я три крема, в прошлый раз я мимо этой акции прошла. Они, кстати, все в коробочках. Вот эти два я еще не пользовала до того, как заказала. Вот этот аромат мне не понравился. Вот этот пахнет жженым сахаром, в принципе, как вот вся вот эта линейка непревзойденного питания. У меня есть и маска там, что-то для локтей, для ног, и, по-моему, даже для волос у меня где-то маска была. По действию все вот эти три крема довольно-таки густые, восковые. Вот этот аромат лаванды очень сильно бьет в нос. Вот этот тоже, он очень сладкий, ему же мне не нравится. Вот это восточный такой аромат, классный, и вот он мне нравится больше всех. Такой он у меня уже был. То есть вот этот, он у меня поэтому и целый, я пользуюсь вот этим. Он у меня в сумочке. Да, кстати, объем здесь 30 мл, стоили они 330 рублей 3 штуки. Ну, у меня там скидка была хорошая. В принципе, нормально мне вышло, но все равно не очень-то бюджетно. Очень он хорошо напитывает кожу. Я бы сказала, что все эти три крема, они защитные, потому что оставляют они пленку все-таки какую-то восковую. Прибивают все шелушинки. Если у вас кожа, например, трескается или есть какие-то шелушения, он вам их прибьет и сделает визуально руки более ухоженными. Так, в принципе, нравится. Вот этот вот аромат у меня самый любимый. И думаю, вот таких кремушков я буду заказывать много. Пожалела немного, что заказала вот эти два, а не три вот таких. Но я хотела попробовать. Вот на тебе попробую, короче. Дальше покажу, наверное, сразу же вот эти два шампуня, и чтобы они там сзади дальше стояли. Поеду я к родителям в деревню. Это магия гиалурона по 400 мл. 12 техник серии. По 220 рублей они, по-моему, были. Шампуни и бальзамы Эйвен шикарные за свои деньги. Они действительно работают, промывают волосы, не спутывают их. И мне практически все подходит, кроме линейки драгоценные масла, которые мне волосы утяжеляют. А вот эти очень классные, увезу им с удовольствием и в следующих каталогах еще себе приобрету. Маме мне тоже, кстати, нравятся эти шампуни. Она никогда не возражает, когда я их привожу. От Clear Skin взяла три средства. Вот эти два я взяла вдогонку к вот этим вот очищающим подушечкам 5 в 1. Что могу сказать? Подушечки вот мне, в принципе, они понравились. Удобно пользоваться, но они недостаточно пропитанные. Я их еще смачиваю либо гидролатом, либо термальной водой, и тогда протираю лицо. Если честно, немного, ну, скажем так, напоминает танцы с бубном. Особо сильных таких прям эффектов я не заметила. Отшелушивания нет, тонизирования, ну, да, если я туда что-то добавлю. Цвет кожи нет, удаляет жирный блеск, да. Очищает, освежает, в принципе, да. Пользовалась я ими раза 4-5, и решила я все-таки добрать линейку и посмотреть, как это все работает вкупе. Взяла я не то чтобы себе, а скорее мужу, потому что у него опять пошли высыпания. Мы не понимаем из-за чего. Ну, скорее всего, из-за питания, конечно. Режим работы очень нехороший. Вот такой вот тоник. Тут какая-то была прям внизу осадок есть. Тоже много чего обещает. Все они 5 в одном. Не знаю, видимо, одно и то же все. Ну, по обещаниям, по крайней мере. Тоником воспользовались один раз. Он такой, ну, скажем так, мощненький. Здесь алкоголь идет на втором месте. С жирной комбинированной кожей, да. Остальным нет 100%. Вот этой маской я пользовалась сама. Понравилась, приятно пахнет. Имеет такую густую белую консистенцию. Хорошо наносится. Смывается, в принципе, как все маски. И я так поняла, для себя сделала вывод, что с белой глиной маски мне нравятся больше всех. И взяла вот такую маску черную для сокращения пор и блеска. Ну, все это в коробочках. Коробочки я в кадр ставить не стала. Считаю, что это лишний мусор. И, ну, ей я не пользуюсь, ничего сказать не могу. Но ее мне кто-то из подруг рекомендовал. То есть, типа, действительно черные точки становятся как-то менее заметными. Пору, типа, сужают. Но это советовала девочка, которая пользуется ей уже лет 8, если я не ошибаюсь. Она у меня еще в студенчестве. Мы когда с ней разговаривали, ну, я считаю, косметика всегда интересовалась. Она про нее мне говорила. И я вот только сейчас решил ее все-таки попробовать. Ну, потому что нужно было сделать нормальный такой заказ, а не показывать вам 3 баночки. И остались у меня, можно сказать, декоративные средства. Кроме вот этого. Это спрей-фиксатор. Решила я его все-таки попробовать. У меня есть спрей-фиксатор от Catrice. И, если честно, он меня не так что впечатлил. Впечатлил, но там 50 мл, а я их обычно использую для смачивания кистей. Потом я этой кистью какой-нибудь пигмент набираю, либо же блестящие тени, чтобы это все наносилось более плотным слоем. Решила, что довольно-таки неэкономично Catrice 50 мл использую, взяла вот этот. На лицо полностью я его не использовала, а для смачивания кистей он мне подошел. В принципе, нормально работает. Как-то так, в общем. Взяла я тенюшки. Сейчас скажу вам. Тут вечно у Avon сзади не написано оттенки. Просто написано 5 грамм и сделано в Корее. Ой, в Китае. Какой Корее? Если в Корее. Это Art of Nudes оттенок у меня. Очень-очень красиво смотрелся в каталоге. Так, чтобы вам это все не светилось. Возьму-ка я свою бумажечку. Там зеркало довольно-таки большое. Ну, в принципе, как во всех тенюшках Avon. Оттенки прям очень красивые. В каталоге, правда, это еще красивее смотрелось. Но, как мы знаем, в Avon цвета вообще далеко не всегда совпадают. И, что могу сказать, разочаровашка, потому что они не настолько пигментированы, как хотелось бы. Вот этот золотой, например, я спонжем нанесу, потому что на руках крем. Вроде все хорошо, а вот на руку он какой-то полупрозрачный. Не сказать, что отдельные блестки есть. Ну, кстати, пальцем он, в принципе, так же наносится. Хотя на спонж вроде как много набралось. Вот этот тушуется в грязь. И он тоже, ну, скажем так, пигментация средненькая у него. Уголок глаз так-то затемнить пойдет. Вот этот вот, в принципе, нормальный оттенок. Но он и немногообещающий. Его, наверное, хорошо в качестве акцента на центр наносить. Он имеет такие небольшие блесточки. Ну, вот этот, наверное, мне больше всех понравился. И у меня были большие надежды вот на этот красивый. Он такой цвета не розовое золото, а такой бежеватый с какими-то серебристыми блестками. Очень необычный цвет. Я такая сразу подумала, какая красота. А на глаза практически ничего не переносится. Это просто какой-то бежеватый оттенок с серебряными отдельными блестками. В общем, разочарование тени Эйвен я больше брать не буду. Как-то так. И взяла я две тональные основы. У меня вообще последние два месяца по тоналкам какое-то сумасшествие. Взяла я два оттенка. Коробочки я куда-то запихнула. Light Avery и Porcelain. Один из нейтрального потона, другой с розовым потоном. Не помню, какой откуда. Я не нашла коробки. Куда я могла запихать, не знаю. Вот этим я уже пользовалась раза четыре. Очень мне понравился. Так, это розовый оттенок. Вот с розовым потоном. Ой, Porcelain оттенок. Видимо, розовый, судя по всему. Очень хорошо разносится и пальцами, и спонжем. Хорошо перекрывает красноту. На комбинированной склонной к сухости кожи держится около восьми часов. Считаю, что достойный результат, учитывая, что стоили они 330 рублей в этом каталоге. А так, по-моему, где-то 450. И даже 450 они стоят этих денег. Очень-очень классно. И второй оттенок. Да, вот этот с нейтральным потоном. Light Ivory. Или наоборот? Нет, не наоборот. Вот этот уже, да. Вот видно, что вот этот розоватый, вот этот нет. И, в принципе, все те же самые свойства. Просто действительно у них разные потоны. Они оба достаточно светлые. Но, кстати, не для белоснежек. Я хорошо растушевываю на шее. Но у меня всегда такая ситуация. Я уже привыкла, что не могу найти свой оттенок. Если я беру под шею совсем белое что-то, я прям как труп. У меня просто веснушки. И у меня такое ощущение, что у меня тональник под веснушки маскируется. Подстраивается. А не под оттенок кожи самой по себе. Понравился. Хорошие тональники. В принципе, всем советую. Вот. Мой такой заказик был небольшой. Спасибо за просмотр. Всем пока.